Первомайское утро. Более 200 организаций и учреждений выстраивали колонны. В этом году в шествии на праздник весны и труда вышли 23 тысячи человек. Это рекордное количество участников. Демонстрацию поддержали 13 новых организаций. Погода способствует тому, чтобы на улице города вышли люди с транспарантами за мир, труд, свободу, равенство, братство. Это праздник труда, и мы уважительно относимся к каждому человеку, который трудится на благо города, на благо своей семьи. Для старшего поколения Первомайская демонстрация – это традиция. Для молодежи это повод для встречи. Праздник положено. Это наша память, тем более наша. Молодые немножко к этому по-другому относятся. Возможно встретиться с друзьями без ватсапа, без телефона вообще, со знакомыми. Самый лучший праздник в году, наверное. Первомай – это труд, мир, май, как говорится. Погода замечательная. Народу много, знакомых много. То есть настроение прекрасное. Сопровождал праздничное шествие оркестр духовой и эстрадной музыки. В первых рядах прошли члены Магаданской областной организации ветеранов Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – первые лица города и области. Настроение замечательное, как и у тысячи магаданцев. Всем желаю добра, мира и уверенности в завтрашнем дне. Праздничное шествие уже в 19-й раз идет по нашему родному Магадану. И в этот праздник очень важно. Мы все вместе – молодежь, ветераны, всех, кто трудился, отдавал свои силы нашей территории Магадану. Хорошее весеннее настроение. Всем мира, добра, счастья. Коллективы шествовали по центральным улицам города. Маршрут от Комсомольской улицы до площади Горького. День весны и труда – важный праздник для всех поколений. Я каждый год на него хожу. Я думаю, что этот праздник, он очень веселый, и каждый год на него ходят очень много людей. И все счастливы, когда уходят домой. Ура! К старту готовилась и колонна Теледва. На счету компании – это уже шестое первомайское шествие. Весной мобильный оператор вышел на новый уровень. Запустил высокоскоростной интернет 4G. Он доступен не только в Магадане, но и в поселках Сокол, Уптар, Ола, Палатка, Снежный, Снежная долина, Радист и Дугча. Более 77% жителей региона получают новую услугу. Чтобы клиенты Теледва оценили преимущества скоростного мобильного интернета, оператор запустил акцию «Безлимит» в 4G. И специально сейчас в рамках нашей акции мы запускаем такую возможность бесплатно попробовать потестировать наш безлимитный интернет. Я думаю, что все будут довольны, попробуют и оценят на самом деле высокое качество настоящего интернета от Теледва. По традиции в шествии приняли участие трудовые коллективы всех отраслей, местной экономики, связисты, энергетики, строители, работники транспортных, коммунальных, перерабатывающих предприятий, банков и других учреждений и ведомств, представители политических партий и общественные объединения. Разноцветные шары, яркие флаги, транспаранты украсили Первомайский Маганан. Настроение очень праздничное. Демонстрацию. Мы всегда с удовольствием ходим. Мы любим. Прекрасный наш город. Вот этот сегодня такой солнечный день чудесный, праздничный. Ну, это огромное удовольствие просто прийти. Самая масштабная колонна в Первомайском шествии от учреждений образования. Школьники, студенты, воспитанники спортшкол, преподаватели, тренеры. Ну, вышли показать, что нас тут много. Мы есть. Вот. И, ну, это просто весело. Шествие стало яркой рекой, за течением которой наблюдали сотни магаданцев. Среди них подростки, пенсионеры, семьи с детьми. Постоянно выходим, посмотреть, какие организации, что есть у нас в городе. На людей посмотреть радостных, счастливых. Праздник объединяет, хоть весь город собирается, выходит. Интересно, да детям показать, сами посмотрим. Этнические нотки Первомайскому шествию добавил ансамбль песни и танца народов Севера НР. В этот день синоптики обещали 2 градуса, выше 0 и прогноз оправдался. Все погода. Тепло, хорошо. Вы всегда ходите на Первое мае? Да. Российскому празднику в этом году 100 лет. После развала СССР день весны и труда не отмечали, вспоминает везеран Великой Отечественной войны Александра Сафронова. Возродили традицию на Колыме в 2001 году. У нас было поскромнее, может быть, не было шаров, цветов, флажки-то всегда были. Первый мая – это, знаете, это, как говорится, всенародный праздник. И служащие, и рабочие, и сельские хозяйцы все вместе отмечали, всем государством. Весенний праздник труда отмечают в 84 странах мира. Во многих есть свои первомайские традиции. В Чехии, Словакии и Швейцарии молодые люди сажают дерево под окном любимой девушки. В Лондоне 1 мая дети ходят по домам и продают цветы, а после бросают деньги в колодец желаний. Жители Германии встречают этот день в национальных костюмах с песнями, танцами. Каждый год фотоальбомы Натальи и Анжелики Кузько пополняются новыми первомайскими фотографиями. Для двух сестер это семейный праздник. 1 мая они всегда вместе. Мы же дети советского прошлого, мы ходили на праздники, на демонстрации, а потом мы шли на пикники и отмечали праздник, потому что еще у папы 2 мая был день рождения. И поэтому нам это вспоминается очень здорово, весело. Не пропустили ни одного 1 мая и сестры Джафаровой. Для Ринаты это второй праздник, а для Русланы уже пятый. Данный праздник является своего рода определенным маркером, своего рода машиной времени в детство, потому что далекие 80-е годы также всей семьей с родителями, со всеми родственниками мы выходили на парад. После этого шли на природу. В общем, это был день, когда мы все собирали вместе. Я хотел бы, чтобы мои дети также отмечали данный праздник. И так же, как сегодня, мы собирались с дружной семьей, с друзьями, со всеми коллегами, со знакомыми. Среди участников шествия около 10 тысяч детей и молодежи. Здесь студенты, ученые, спортсмены, работники культуры, здравоохранения, социальной поддержки, школьники. То, что раньше было, я имею в виду, школьники на 1 мая, то есть, наверное, не до конца понимали, в чем суть праздника, как раз, когда переходное время. А сейчас, на мой взгляд, старшеклассники с удовольствием, потому что, помимо того, что это праздник весны, для кого-то это праздник труда, для школьников это возможность провести время вместе еще раз, но уже в обстановке не школьной. Первомайская демонстрация длилась 2 часа 20 минут. Ура Первомаю! В колонну образовательных учреждений вливаются коллективы.